В регионе зарегистрирован всплеск криминальной активности, причем практически по всем показателям. Один только ущерб от экономических преступлений в первом полугодии вырос на 300 миллионов рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава областного следственного управления. На пресс-конференции, приуроченной к празднованию дня сотрудников следственных органов, Олег Липатов рассказал о ходе расследования наиболее резонансных уголовных дел. Елена Третьякова продолжит. Первым, на чем глава областного следственного управления заострил внимание прессы, стало резонансное дело по убийству 13-летней девочки в ростовском селе Масейцево. Ребенок скончался осенью прошлого года от черепно-мозговой травмы многочисленных ушибов. Сейчас уголовные дела по всем фигурантам близятся к завершению. Так, главная подозреваемая, приемная мать девочки Людмила Любимова и ее подруга Раиса Гусманова, истязавшая погибшего подростка, недавно прошли медосвидетельствование. Сейчас обвиняемая Любимова и Гусманова в соответствии с заключениями судебно-психиатрической экспертиз признаны вменяемыми на момент совершения преступления. Как отмечают эксперты, у них имеются индивидуальные психологические особенности, связанные с уклоном в церковную сферу. Максимальное наказание, которое грозит женщинам за убийство, 15 лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено также бывшей начальнице отдела по опеке управления образования Ростовского района. Следствие заявляет, чиновники знали, что погибшая девочка и еще 8 детей в этой семье жили в условиях, угрожающих жизни и здоровью, но бездействовали. Сейчас Галину Росомагину обвиняют по статье «Халатность, повлекшая смерть». Дело скоро отправится в суд. Женщину могут посадить на 8 лет. Еще одним громким делом с участием несовершеннолетних стало ЧП Упрагина. В апреле этого года мужчина скинул с балкона своего сына, а потом шагнул сам. Причиной преступления сначала значился скандал с женой, однако выяснились новые подробности. Там приговор суда, он признан невменяемым, он направлен для принудительного лечения. Еще одна медэкспертиза проводилась в рамках уголовного дела гибели 19-летней жительницы Прагина. Трагедия произошла в мае этого года. Мать двоих детей скончалась от внезапного приступа астмы. Истинные причины смерти женщины и оперативности работы скорой помощи устанавливали эксперты из другого региона. Подробности скоро будут озвучены. Еще одна громкая уголовная история, по которой последовал комментарий, стало дело о большой растрате в Ярославской генерирующей компании. Сейчас речь идет о 7 миллионах рублей. В утечке денег мимо кассы обвиняется руководство ЕГК. Назначили финансово-бухгалтерскую экспертизу. И финансово-бухгалтерскую экспертизу. По получению заключения мы будем анализировать и делать вывод в отношении руководства ЕГК всего. То есть кто что нарушил, кто сколько присвоил. На пресс-конференции, что предсказуемо, звучали вопросы об уголовных делах Юрия Ласточкина и Евгении Урлашова. Последний должен ознакомиться с материалами до 3 августа. Затем дело отправится в Кировский районный суд Ярославля. Также особых новостей не последовало и по давнему исчезновение двух маленьких детей в поселке Песочное. Мальчик и девочка там пропали в феврале прошлого года. Малышей по-прежнему ищут. Отрабатываются три основных версии. Утопление, убийство и похищение. В июне месяце, получив определенную информацию, следователи выезжали во Владимирскую область, проверяли информацию о том, что имеются там в семье цыган похожие дети, похожие на пропавших. Значит, эта информация проверена, она не подтвердилась. Пресс-конференция прошла в преддверии профессионального праздника. 25 июля в календаре отмечено Днем сотрудников следственных органов России. В этом году ведомству исполняется 302 года. Следственная канцелярия была учреждена Петром Великим.